Итак, вот эту трубу очищаю от снега и обрезаю на нужную длину вот таким образом. Вот здесь 45 градусов срез и вот здесь вот под таким уголком. Начинаем. Время без 10.12. Снова я в помещении, где очень жарко. Открыл обе двери, ведь я в куртке. 12.03. Обрезать пока не хочется, ведь я беру 10 часов. И вот видим, с помощью двух ловольников и линейки я сделал разметку. По углу оказался не 45 градусов, а градусов на 10 меньше. И срез придется делать не 19 сантиметров, вернее не 15 сантиметров, а 11. Делаем лекала, потому что то, которое у меня есть, на 5 сантиметров и на 7 срез, а здесь на 11 будем делать. Убрал высохший изжон в банку. Сейчас уберу второй противень и коврики вот эти силиконовые на их постоянное место хранения. Вот сюда наверх. Уберу все банки и тем самым обеспечу доступ для сварки вот этих труб. Видим, какой там зазор. Туда надо металлическую вкладку. Ну и вот эти щели, которые здесь есть, тут сейчас попробую заделать с помощью жидкого стекла, которое вскипает и образует твердую пену. Сейчас налью баночку, почищу швой щеткой и кисточкой будем промазывать. Посмотрим, как это дело будет происходить. Ну а здесь гореется специальная вот такая пропитка для обуви. Здесь у меня кисточка в бумажке и как только сапоги полностью высохнут, я их пропитаю этой пропиткой, обеспечивающей водостойкость. Я уже герметизировал этот шкаф, использованный алюминиевой фольгой. Вот здесь вот видим закрытые отверстия. И думаю, а что бы предварительно не попробовать загерметизировать все вот эти щели, просто сложенные фольгой. Что я сейчас и сделаю. На какие только ухищрения не идет хитромудрая голова, чтобы не гнать организм на мороз. Вот уже даже загерметизировал все швы фольгой на трубе. Вот даже сапоги покрыл специальной пропиткой, чтобы они были более водостойкими. Но этого мне мало. Вот там я освободил трубу. Видим отверстие. Вот оно. И сейчас вставлю туда пылесос старый, который у меня вот тут есть. Вот ракета, который служил нам 64-го года. Еще когда я пацаном был в минводах. И попробую использовать усиление тяги за счет эжекции. Пылесос будет вдувать в трубу воздух. Тем самым подсасывать, по идее, в дымоходе снизу вверх. Посмотрим, что получится. Понедельник день тяжелый, как говорится. Поэтому я только что проснулся. Время почти 11 часов. Но правда уже успел второй раз почистить камин. Вот я увидел, сколько тут чего принес очередное ведро жира. Направил. И вот все топливо на халяву начинает работать. Вот так вот рекламная буклетов тоже. Вот такая пачка, очередную пачку принес. И теперь второй ящик пошел. Я даже не закрываю сушильный шкаф, поскольку с трубой занимаюсь утеплением. Там наверху тоже, видим, закрыл отверстие. Ну, разжигаем. Ну, разжигаем. Ну. Тому. Завязываем спички в пакете, чтобы не отсырели. Ну и, как видим, уже два ведра опять у меня освободились от жира. Пора их чистить. Сегодня займёмся изготовлением картонной развертки для этого среза трубы, как оказалось, он не 45 градусов, а меньше. И вот я уложил все измерительные инструменты и оказалось, что срез должен быть 11 сантиметров. Значит, вот на трубе вот так 11 сантиметров должно быть срезано. И диаметр трубы, как видим, у меня 155 миллиметров. Вот как раз банк такого размера, мне всегда везёт. Ну и, соответственно, выкрутку будем делать вот из этого, с этой толстой бумаги или картона, который обернул вокруг банки. и потом сделаем овал нужного, в нужных диаметрах, как мы уже сами сделали. Вот для трубы 160 миллиметров. Подобный овал будет и для трубы 155 миллиметров. Ну что, вперёд, посмотрим, сколько это займёт у меня времени. Как видим, почти что 11 часов. Итак, овал, чертёж овала готов. Время почти 12. И мне понадобилась вот банка диаметром 155 миллиметров сделать первый диаметр. Дальше эта же банка мне понадобилась для того, чтобы узнать больший диаметр эллипса. Мы знаем с вами, что срез должен быть на глубине 11 сантиметров. Вот я за глубины 11 сантиметров взял и увидел, что здесь 19 сантиметров. Значит, вот этот большой радиус должен быть 19 сантиметров. Теперь я примерю крышками, имеющимися, вот какой будет здесь подходящий диаметр. И увидел, что вот эта крышка как раз подходит на нижней точке среза. Ну, естественно, на верхней тоже самое будет. Вот, если посмотрим, вот насколько примерно происходит срез. Сейчас установил эти банки, обвёл. Ну и дальше в качестве лекала мне подошёл дуршлаг. Вот так приложил дуршлаг четыре раза. И теперь можно вырезать чистой совестью. Итак, время 12.08. Вот на глубину 11 сантиметров. Как видим, обвал вырезан. Примерен. Вот он. Теперь заворачиваем банку в картон, чтобы получился такой диаметр. И вставляем в этот картон вот так овал. Обводим по периметру картон. И получаем вырезку, которую можно накладывать уже на стальную трубу. И по ней делать срез. Сейчас обернул банку и оказалось лишний сантиметр. Вот, если это будет серединка вот так складывающаяся, то по 5 миллиметров нужно будет они сейчас с обоих сторон обрезать. Что я сделаю? Мне пришлось трижды примиривать. Вот так оборачивая банку и отрезая буквально сначала по 5 миллиметров, потом вообще по 2 миллиметра. Но вот все срезы завершены. Овал как раз входит, как видим, внутри. Теперь можно заворачивать банку так, чтобы чистая сторона была. Вот видим, как я подгонял. 11 сантиметров отверху как раз. И теперь выворачиваем картонку и оборачиваем так, чтобы можно было обводить вот здесь, вот так, внутри овала. Ну вот сколько не меряю и сколько не старайся, когда дело доходит до практики, то оказывается вот диаметр у меня здесь получился не 155 миллиметров, как положено, а 150. Ну и соответственно отсюда будет коррекция при обведении. Вот вставляем серединку как раз и видим, что по периметру вот здесь как раз здесь зазор и здесь зазор по два с половиной сантиметра. И это нужно будет учитывать, стараясь проводить по параллельной этому плоскости. Вот так, параллельной плоскости. Для этого нужен коротенький карандаш. Теперь я взял фломастер такой короткий и обвел, как видим, весь периметр эллипса, стараясь соблюдать вот здесь 60 миллиметров. И на этом радиусе и 60 миллиметров на противоположном радиусе. Ну и внизу у нас, соответственно, самый низ эллипса 110 миллиметров. Теперь можно снимать эту картонку. Для чего сразу проволоку так отпускаем. И, соответственно, скотч тоже нужно убрать. Убираем его. Ну вот, доигрался. Теперь этот скотч надо сюда приклепить. Одной рукой всё-таки очень неудобно приклеить, чтобы было едино. Съёмка одной рукой всегда приводит к каким-то издержкам. Ну, ничего. Так, смотрим, что у нас получилось в итоге. Вот видим вот такая вот синусоида. Всё. Так и должно быть. Все пересечения на месте. Вот тут немножко только, значит, надо здесь обрезать чуть-чуть ниже. Сейчас мы это дело исправим. Ну вот, для исправления мне подошёл колпак от микроволновки. Вот так вот. Пять миллиметров. Как раз радиус подошёл. Вот здесь вот можно немножко исправить, спрямить. Это уже на глаз сделаем. Вот такая получилась выкройка. Пока ещё не вырезанная. Сейчас я подправлю вот здесь вот немножко и здесь и буду вырезать. Исправления сделаны. Вот тут я спрямил, совместил кривизну эту с прямой линией и здесь тоже самое. Ну, теперь вроде бы всё. Вот видим, я даже обед свой затянул. Но зато выкройка с помощью вот этих всех инструментов вот на этом импровизированном столике спиной к камину всё-таки всё дело завершено. И выкройка готова. На этом всё. Можно спокойно обедать и вот эту выкройку приклеивать к трубе диаметром 155 миллиметров и вырезать. Вернее, не 155 миллиметров, а 160. Сейчас ещё будет одна накладочка. Я-то на 155 прикидывал. Но посмотрим, что получится. Время, как видим, 15.03. И подзаряжался немножко телефон. Идём смотреть дальше, что у нас получается с разметкой. С разметкой получается следующее. Вот я провёл линию от самой нижней точки до верхней параллельно плоскости. С другой стороны тоже самое напротив. Теперь обернул газеткой и обозначил линию отреза. Вот видим, 660 миллиметров должно быть вот от этой точки до вот этой с обратной стороны. Так что вот это обязательно нужно учитывать. Так, теперь оборачиваем лекалон, у которого вот здесь, если приложить линейку, то должно быть 50 миллиметров, то должно быть 50 миллиметров. Вот она. 50 миллиметров. И это должна быть нижняя точка, а вот это верхняя точка. Ну, оборачиваем и режем. Ну, это деревянный трафарет, прототип трубы, которую мы здесь с вами делаем. Вот видим. Верхний срез сделан. Теперь нужно делать верхний срез. И он должен быть вот так. Нет, вот так. Наоборот. Вот это должна быть длинная сторона. Вот она линия, по которой резко будет. Так. Видим, время 15.17. Видим, что камин продолжает сушить полотенце. Если не греть меня. Вот видим, добавился металл. Певные пробки. Так. Эта банка нам больше не будет нужна. Эта банка мы используем для наливания компоста в ломки. Так. И что мы тут видим? А тут мы видим, что прикручено очередное лекало. Проверено в белом линии. И смотрите, как я начинаю все это дело резать. Одеваем очки. Снимаем. Снимаем. Руки. Вперед. С Богом. Как говорится. Так, что изменится... Продолжение следует... 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 Ну и... Продолжение следует... Так... 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 Ну и... Так... 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 Так...